Готовь сани летом, а лодку зимой. В прошлом году Ульяновская область столкнулась с обильными паводками. Вода просочилась даже в город. Этой весной масштабы катастрофы могут разрастись еще больше. Риск ухода под воду существует у Сурского, Новоспасского, Меликесского, Ульяновского и Новомылыклинского районов. Губернатор региона обеспокоен вопросом. Уже выпало достаточно большое количество осадков. При резком потеплении и обильном таянии снега возможен сильный паводок и подтопление территорий. Мы помним, что в прошлом году непростая ситуация сложилась в Ульяновском, Сенгелеевском, Радищевском, Николаевском, Новоспасском районах. Главам этих районов необходимо особенно тщательно готовиться к возможному паводку. Ну и другим руководителям районов ослабляться не стоит. Ульяновские потопления грозят части Ленинского и Засвияжского района города в микрорайонах Сельс, Мостовая, Вырыпаевка и Дачный. Среднемесячная норма осадков зимой от 30 до 35 миллиметров. За прошедшие два месяца снега выпало в три раза больше. Высота сугробов по городу и области выше человеческого роста. При этом в настоящее время высота снежного покрова на территории региона в среднем составляет 34 сантиметра, что на 10 сантиметров выше нормы и на 19 сантиметров выше прошлогодних значений. Глубина промерзания почвы 21 сантиметр, что на 29 сантиметров ниже прошлогодних значений. Толщина льда на реках 30-38 сантиметров, водохранилище 45-48 сантиметров, что соответствует прошлогодним значениям. Уровни рек находятся в зиме-межине. В этой связи при возникновении неприятных погодных условиях, при установлении высоких положительных температур, в весенний период на территории Ульяновской области существует риск подтопления, как вы уже говорили, среди шести муниципальных образований. Особое внимание руководство региона просит уделить селу Репьевка в Новоспасском районе, который ежегодно страдает от паводка. В прошлом году там утонуло 600 овец и 8 тонн зерна. Региональные службы ЧАЭС уже приступили к работе. Они мониторят особо опасные участки рек при помощи дронов, а также приступили к расчистке русел от деревьев. В течение последних двух недель, проводящих мониторингов, рек на территории Ульяновской области были промониторены все потенциально опасные участки. В ходе мониторинга были выявлены места, где у нас за осенний-зимний период произошли падения деревьев. И также были выявлены места потенциально опасные, где у нас может происходить период показания паводка, скопления льда. Сегодня спасатели приступили к ликвидации одного из таких мест. В настоящее время мы находимся в районе поселка Сельц. Спрогнозировать, какая будет весна, пока тяжело, но изменить ситуацию сможет антициклон. Прохладная погода задержит быстрые таяния снегов, лишняя вода сможет уходить в почву или испаряться. Но рассчитывать только на погоду опрометчиво.